Здравствуйте, юбилея. Случайное знакомство, пара встреч невзначай, и Фантин Николаевич понял, что безумно влюблен в девушку по имени Фаина. Ему пришлось проявить настойчивость, ведь Фаина Алексеевна тогда не ожидала признания в любви. Но все-таки морозным декабрьским днем 1966 года Фантин Николаевич и Фаина Алексеевна Баранниковы поженились и больше не расставались никогда. От всей души вас поздравляю, от себя лично, от коллектива администрации, наверное, от всех котлашан, потому что это действительно знаменательное событие для нашего города. Канун юбилея нашего города, столетия, вы отмечаете такой замечательный праздник. Букет цветов, приветственный адрес, сладкий подарок и, конечно, фото на память. Администрация города никогда не обходит вниманием такие крепкие супружеские пары. Фантин Николаевич и Фаина Алексеевна полвека трепетно оберегали свою любовь и тепло семейного чага. Вырастили дочь, сейчас помогают воспитывать двух внуков и двоих правнуков. Секрет их семейного счастья прост и, в общем-то, давно известен. Терпение, конечно, надо терпение. Терпение, терпение друг к другу. Еще как русские женщины, надо жалеть. Вот жалеешь и живешь. Жалко, вот жалко. Смотришь, чтоб он оделся, чтоб это. Так же он. Чего выходишь на улицу-то там? Чего выходишь, не раздетая-то? Супруги Баранниковы не только мудрые хранители семейного чага. Всю жизнь, прожив в Котласе, они надежные свидетели того, как строился и развивался город. За чашкой ароматного чая в этом убедился и глава города Андрей Бральнин. Так что у семьи Баранниковых можно поучиться не только секретам семейного счастья, но и истории родного края. На свадьбу говорят, горько, да? Горько. Горько, горько, все, давай, целуйтесь.